Значит, вообще-то историю, которую я хочу рассказывать, она относится к началу 15 века, но для того, чтобы ее понимать, нужно чуть-чуть начинать раньше. Дело в том, что до определенного времени положение евреев в Испании было очень приручным. И как бы Испания была довольно терпима во всех краях друг к другу, а тут надо понимать одну из простых историй. Испания в описанные времена где-то – это такое государство, ну, теоретически, двух религий, там есть христиане и мусульмане, более того, есть христианские и мусульманские страны, и в какое-то время практически вся Испания была мусульманская некоторая время. После этого идет длинная история, которая относится к европейской истории, это история реконкисты, это обратное завоевание Испании христианами. История длинная, и не думаю, что я собираюсь, что ее следует мне рассказывать, но она повлекла за собой изменения в отношениях к другим. Где-то, в общем, обычно выбирают дату 1391 год. Практически к этому моменту реконкиста была завершена, мусульманская оставалась только Гранада. Практически все остальные королевства стали христианскими. В большинстве случаев по окончании завоевания, если мы говорим о поведении победителей, то чаще всего мусульмане изгонялись, либо им предлагалось принять христианство, чтобы остаться живым. И, собственно говоря, в новой христианской Испании было очень приличное количество мусульман, которые приняли христианство для вида. Это отдельная такая тема, потому что там еще было их довольно приличное количество. Дело в том, что все-таки было достаточно количества богатых людей, а если учесть, что богатство в те времена, о которых мы говорим, это, как правило, земельные владения, то земельные владения с собой не унесешь. Да и не только земельные владения, производство тоже с собой не унесешь, и очень часто им приходилось оставаться. Но дело в том, что опять, как в большинстве случаев, тут очень осторожно надо говорить, потому что примеров хватает в любую сторону всегда. В большинстве случаев мусульмане относились к евреям в Испании, говорят, в Испании довольно терпим. Хотя бывало все. История, она делала такое. То есть, смотрите, можно найти доказательства, когда пытаются сказать, что кто-то к кому-то как-то относился. Можно, как вот сейчас хорошо видно, когда все страны, ежели хотят выставить претензии друг к другу, найдут в истории, по какому поводу выставить претензии. Разве что они жили где-нибудь совсем далеко друг от друга. В основном отношения были вполне приличными. В христианском мире же при этом произошло довольно важные такие события. Все-таки реконкиста, то есть обратное завоевание Испании, шла под знамением христианства и воспринималась в некоторой мере как крестовый поход. Ну, в некоторой мере, в высокой мере на самом деле. И, как это назвать, ультра настроение к концу XIV века в Испании были очень сильны. Очень сильно такие христианские, такие глубокие постановки. При этом вообще обычно, когда христианские короли завоевывали очередной Эмират или очередное королевство мусульманское, обычно они объявляли о том, что не сохраняют для евреев образ жизни, тот, который они вели, что они не собираются нарушать заведенные порядки. И, в общем, и при этом теоретически и практически королевство христианские, именно в смысле королевская власть, была вполне заинтересована в благополучии евреев. Просто потому, что это деньги, потому что они платили в мусульманских краях двойные налоги. Это просто правило. А в христианских краях они, в общем, обычно платили тоже специальный налог. И они вполне в христианских странах, на них распространен был статус приблизительно прямого высолитета к королю. То есть они напрямую являлись имуществом короля. Что довольно улучшало их позиции. То есть они как бы не очень сильно зависели от местных. Ну, для Испании барон – слово неправильное. Бароны обычно, когда говорят, имеют в виду более германские государства, но грантов. Тем не менее, я все же напоминаю некоторые важные правила отношения христианам с евреем с точки зрения христиан. Здесь существует доктрина христианской церкви. Я в данном случае буду говорить о католической церкви, потому что православная церковь – это немножечко, хоть еще к тому моменту, кстати, раскола церквей не произошло, но тем не менее, я хочу напомнить, что для православной церкви ситуация была чуть-чуть другой. Я имею в виду для русской православной церкви. Ну, скажем, вы, во-первых, еще рано говорить о Москве. Вот я вот этот период не говорю, там еще не было этого. Но в Западной Европе было, собственно, две практически доктрины отношения к евреям. Главная же проблема христианской церкви в отношении с евреями, она отличается от отношения с мусульманами. Мусульмане, они, ладно, неправильные, они, ну, как регулярно говорят тогдашние проповедники, поклоняются Магомету, ну, и тому подобные глупости, но это все не очень существенно. И вообще они неправильные вещи. Ну, при этом я хочу обратить внимание, вот когда речь идет о крестовых походах, то ведь речь никогда не шла о том, что мы отправляемся на восток для того, чтобы сделать мусульман христианом. Эта идея как бы там не очень активно это самое распространяется. Главная идея там освобождения гроба Господня, совершенно другая. А вот с евреями проблема, которая является как бы, как бы так сказать, проблема заложена в основах христианской религии. Вот смотрите, если отношения с мусульманами для средневекового христианства не является темой догматики, не является темой, как бы это сформулировать, религиозной доктрины, и вся проблема существования христиан, она более-менее совпадает с проблемой существования язычников, а именно по основной докторине христианство должно распространиться на все государства и все народы, и наличие ислама этого как бы не соответствует. Это проблема практически единственная. То в отношении с евреями все намного хуже. Дело в том, что христиане, как бы они, официальная доктрина христианской церкви, они верусы строили, они истинные Израилы, христианская церковь. Они признают свою связь рождения с евреями. Тогда как бы отношение между евреями и христианством, оно в некотором смысле евреи должно быть отцами в этой истории, либо матерью, отцами, как угодно назовите, но эта связь должна быть в родстве. Евреи не признают христианство. И это тяжелая весьма проблема. Потому что если истинный Израиль – это христианство, то почему родители этого истинного христианства, истинного Израиля, Израиль не принимают это? Здесь есть два подхода, было два подхода к этому делу, но краткое содержание подходов, оно как бы, либо мы признаем, что евреи глубоко заблуждаются, мы вынуждены признать, что они глубоко, христианская церковь вынуждена признать, что евреи глубоко заблуждаются, и они не понимают, почему… Извините, пожалуйста, я должен нажимать «адмит» или кто-то? Нет, нет, я нажимаю, не «адмит». Значит, по этому поводу, как бы в свое время еще христианская церковь пыталась придумать какую-нибудь доктрину, каким образом оправдать существование евреев среди христиан. И было принято более-менее так, что евреи, они должны являть пример того самого вечного жида, вот легенда о вечном жиде, что как плохо живется тем, кто не принял истинную церковь, и что им должно быть плохо, чтобы все видели, как плохо бывает тем, кто не стал христианами. Вот, например, такая вещь. Вторая вещь, вторая идея, другая, чуть-чуть идея состоит в том, что евреи знают истинность христианства, но злобно его не принимают. Это вот такая вот идея. Она может возникнуть странная, странной выглядеть, но она есть. Но что самое важное в этой истории? Действительно, эта сторона сегодня подчеркивается более, чем в прошлом, и старательно пытаются сказать следующее, что проблема как бы не религиозная, а проблема в том, что в христианском мире единственные нехристиане, а имеется в виду в Западной Европе, это только евреи. Как бы есть дикие народы на Востоке, это Литва, в широком довольно смысле, там вообще живут язычники, но Литва очень поздно приняла христианцев, это правда, там русские, которые вообще непонятно, что такое. Опять, под русскими я имею в виду, я имею в виду, очень широкий смысл, все-таки напоминаю, мы говорим о конце 14 века, то есть еще восстановление Московии в данном случае, я специально прибегаю к этому термину, просто для того, чтобы не путаться в периодах русской государственности, Киевскую Русь различить с Московской Русью, потому что там немножко разные процессы проходили. Я не пытаюсь там кого-то, то есть современные политические, политисторические дрезги от меня очень далеко находятся. А чтобы было понятно, вот из моего окна видна гора, значит, храмовая, значит, масличная гора, вот масличная гора и гороскопус, вот этот вот хребет, вот монастырь, который стоит на масличной горе с огромным совершенно звонницей, называется он на местном языке Эльмоскобья. Чтобы было понятно, почему я так спокойно отношусь к термину Московида и подобное, потому что там я каждый день вижу эту самую колокольную Эльмоскобья. Ну, православный монастырь там находится. Да, но дело в том, что вот эта нелюбовь к чужим, которая здесь тщательно подчеркивается сегодня, что это ксенофобия, на самом деле не без этого. Конечно, сторона ксенофобская в этой истории есть. Но дело в том, что как бы повседневная ксенофобия, повседневная нелюбовь к чужим, а евреи отличались по повадкам, по поведению, по стилю жизни, несколько всегда от окружающих, хотя они одевались подобным образом, вели сходный образ жизни, но отличались всегда заметным образом от окружающих. Но как бы у них другая вера, ну, другая вера. Но именно вот к концу реконкисты в Испании с очень мощно усиленными христианскими настроениями началась проблема, которую как бы ведь все-таки реконкисту сильно возглавляла церковь, и церковь набрала очень большую силу в Испании. И, в общем, дата 1391 год, она не случайна. Случилось следующее событие. Ну, во-первых, пункт первый. После завоевания, после больших войн, нетрудно догадаться, что социальные отношения в Испании сильно обострелись после победы. Так всегда и бывает. С одной стороны, заслуги дворянства в победе очень высоки, грандов. Королевство им как бы должно. и есть тяжелые весьма отношения между грандами и королевством. Одновременно крестьяне тоже считают, что они тоже имеют право на кусок пирога. Мы победили, мы тоже должны. И начинается проблема здесь. И в результате социальные, вот я же говорю, марксистскими всякими подходами, да и не только марксистскими, социальные отношения сильно обострились. И с этим тоже что-то надо делать. По этому поводу в городе Севилье, началось именно Севилье, началось человек, который, он был, как это называется, я даже не знаю, как должность называется, он был не епископом севильским, а он был как бы его правой рукой. Начал довольно серьезное противоеврейскую пропаганду на проповедях и регулярно он ездил на проповеди и объяснял, что ежели есть беды в Испании, в городе Севилье и в Севильском королевстве, то во всем виноваты евреи. и что наличие синагог в городе оскверняет и оскорбляет христиан как таковых, ну, такое выглядит на самом деле переводом стрелок. А тут надо заметить, что, ежели вы заглянете на какой-нибудь сайт Севилье еврейский посмотрите, синагоги сохранились здания, они были, они не были разрушены, они были переведены в другие состояния, то синагоги в городе Севилье это не, это весьма роскошные здания, они по роскошеству вполне соревнуются с церквями. И он начал просто призывать к погромам, к тому, что синагоги следует разрушить евреев то ли крестить, то ли убить. И соответственно начались события, которые в еврейской историографии называются, ну, обычно употребляют слово праот такна или кана, просто указывается еврейский год, соответственно 551 год, по еврейскому календарю это 1391 год, начались большие погромы в Севилье, значит, и собственно практически вся община не стала на некоторое время, довольно приличное количество убитых, некоторых продали мусульманам рабство, я хочу заметить, что в христианской Испании рабства не было, поэтому как бы ежели продавать-то только туда, и вообще в христианском мире, как это ни странно, рабство довольно рано было закрыто, эта тема рабовладения, и как раз история рабовладения американского, она, это новая история рабовладения, которая не наследует, потому что европейское рабовладение, это вначале античное римское, которое прекратилось где-то веку к девятому, окончательно, всюду уже, и американская эта история, это отдельная совершенно история, которая началась несравненно позже, то есть там большой разрыв есть. Значит, кто-то был продан это самое, по этому поводу мы читаем там вот в начале 15 века, очень приличное количество рассказов о выкупе пленных, причем это делают все общины, выкупают общины африканские, еврейские, ну, североафриканские, магрибские общины выкупают евреев, которые проданы в рабство, ну, и дают им свободу, как-то пытаются их ассимилировать. Значит, и в некоторых других странах, но в большинстве случаев это просто выкуп рабов чаще местными общинами и на самом деле это привычное некоторое занятие для восточных общин, выкуп пленных, это очень привычный сбор на выкупе пленных, это столь монотонная тема по всем тем документам, какие мы видим, что это естественно. но часть евреев во время вот этих погромов просто по крайней мере сменила веру. Значит, погромы начались в начале июня, и не подумайте, что хорошее такого сорта начинания, оно как бы прекращается в какой-то Севилье, оно продолжалось в Мандалузии, потом Кастилия, Валенсия, ну там и так далее по всем государствам, оно дошло быстро города Барселоны, Толеда. Значит, и вот, например, вот именно во время этих погромов погибает один из внуков Роша, о котором мы говорим, Рабейну Ашера. Ну, я напоминаю, что во главе общины Толеда стоял вначале сын Рабейну Ашера, а потом его внук. Вот он погиб во время погромов в 1391 году. Все это сильно накладывается на то, что собственно королевская власть в Кастилии сильно ослаблена по причинам самым таким прозаическим Хуан Первый, он просто малолетний и он вообще праведный в состоянии, он просто мал для этого. Значит, в результате очень большое количество евреев просто крестились. Вот в этот момент крещения евреев в Испании вот оно резко поднялось. Я хочу заметить, погромы были и раньше, были погромы в 13 веке, где тоже подобные процессы происходили, но там они стали очень, там оно приняли очень большие формы. И в Испании накопилось очень приличное количество евреев, которые приняли христианство для Библии. И с этого момента, собственно, до этого проблема того, что в Испании называется слово маран, а именно еврей, который принял христианство, оно стало проблемой на некоторое время. Дело вот в чем. Здесь две проблемы. Одна чисто денежная, как-то ни странно. Как бы теоретически в тот момент, когда еврей принимает христианство, он должен платить налоги христианские, а это убыток казни. По этому поводу довольно приличное количество королевств принимает указы о том, что еврей даже сниверу должен продолжить платить еврейские налоги. И этим несколько ослабляется позиция церкви, как-то нетрудно догадаться, потому что как бы евреи от того, что принял христианство, его, правда, продолжают официально считать евреем в некоторых административных вопросах. И что нехорошо. значит, значит, и тут начинается на самом деле, вот обычно же, когда говорят о эмиграции из Испании, говорят о последней эмиграции, о эмиграции 1492 года. На самом деле, начало эмиграции из Испании, оно 1300, на век раньше, 1391 год. Значит, собственно говоря, есть несколько историй про то, как короли разных королевств пытались так или иначе остановить погромы. Более того, значит, ну, скажем, в наказание за погромы на города, которые в них виновны, короли наложили огромный налог, наложили огромный выкуп, они наложили контрибуцию, потому что они, так как эти города напали на еврейское, на королевское имущество, они должны выплатить. И то, что денежная сторона там играла серьезную роль, даже высокопоставленные деятели церкви хвастались, сколько они получили, награбили во время этих погромов. Уж помолчим про остальных. И вот с этого момента положение в Испании появилась та самая проблема, которая будет в течение века довольно сильно преследовать испанскую христианскую церковь. А именно то, что ни для кого не секрет, что евреи, по крайней мере, поначалу принимают христианство для виду это как бы знают все. Другой разговор, да, при этом вообще-то по законам церковным христианин, который продолжает придерживаться еврейских обычаев, вообще-то повинен смертной казни. И переход назад из христианства в иудаизм запрещен под страхом смертной казни. И собственно с этого момента начинается проблема. Проблема вот какая. Она выглядит довольно странно. С одной стороны, вот у вас по улице идет еврей. На голове тфелин, в руках лулав, на плечах танец. Идет он себе в синагогу, идет. Это можно. Рядом с ним находятся евреи, которые, если сделают хоть что-то такое, его за это сжечь надо. Мне кажется, что за то, что делает то же самое тайно, вообще-то повинен смерти. У вас некоторое противоречие возникает. То, что новым христианам церковь не верит от слова вообще. Могу сказать, что до, по крайней мере, 19 века брак, а некоторые евреи все-таки так или иначе купили даже впоследствии на протяжении веков купили дворянство, это возможно в Испании было. Но брак с тем, у кого в роду есть евреи, был ну западло в Испании. То есть как бы и это сохранялось, я хочу заметить, что прошло уже, века прошли изгнания последнего еврея, имеется в виду придерживаясь еврейской веры, из Испании. Тем не менее эта проблема, она осталась и отравляла жизнь Испании в течение долгого времени. Я же на самом деле не историю еврейского народа рассказываю, рассказываю больше. За приблизительно 20 лет после этого события они очень сильно обострились. И вот основная проблема выглядела так. Церковь не верит в новом христианам, не верит от слова вообще. И она понимает, что уже у нее второе поколение новых христиан, 20 лет это начало следующего, это следующее поколение сформировано. Вот чтобы 20 лет вот куча народу очень плохо, когда речь из истории, они как бы считают, что это очень короткий промежуток времени. Действительно, мы говорим о том, что было 500 лет назад, 20 лет туда-сюда не важно. Но чуть-чуть попробуйте быть синхронными. 20 лет это вот что. Тот, кто стал взрослым в 2011 году советскую власть не знает. То есть ему рассказывать, можно рассказывать любые байки про советскую власть. Можете рассказать, какая она была хорошая и какая она была плохая. Он в зависимости от семьи, откуда и под чьим влиянием вырос, съест и то, и то. Причем вот когда я в интернете очередную читаю статью о том, какая нехорошая была советская власть, я удивляюсь, что я жил в какой-то другой стране по всей видимости. И когда читаю, какая она была хорошая, я тоже удивляюсь, я тоже жил в какой-то совсем другой стране. То есть и те, и другие как-то очень неправильно ее воспринимают, они ее не знают. И в результате у них очень какие-то странные представления о реальности. Но главное другое. Вот люди, которые стали взрослыми приблизительно в 2010 году, советская власть вообще-то уже как 30 лет долго жить приказала. Для тех, кто забыл, 30 лет уже пришли. Они просто это другие люди с другим мышлением. То же самое. События, о которых я говорю, прошли через 22 года после вот этих погромов и огромной волны псевдокрещений. И тут выяснилось, что среди этих крестившихся реально настоящих христиан, которые тайком по ночам не празднуют, не проводят пасхальный седр, и где-то в доме у них не стоят где-то хитро спряченные субботние подсвечники, среди евреев таких, бывших евреев, новых христиан, таких очень много. Разве что не обрезанные, это скрывать трудно. А так все это все знают, и что-то с этим надо делать. Во главе тех, кто понимает, что что-то надо делать, находятся, как обычно, выкресты. Один из главных, и он считался очень важным ученым христианским, Шломой из Баргоса такой был, не путать сав, наверное, с Баргоса, это две разных фигуры, хотя и то-то другое выкресты. И он старательно так или иначе пытался что-то сделать именно в сфере идеологии. Каким-то образом надо было евреев убедить в том, что все-таки христианство это правильно, а даже тайный иудаизм неправильный. соответственно по указанию вот теперь чуть-чуть аккуратно антипапы вот опять тот, кто знает европейскую историю или хотя бы Дрёны читал, хотя нет, там этого нет, по-моему. Значит, там длинная история веньонского пленения пап были одновременно папы в городе Риме и папы в городе Авеньоне, которые друг друга терпеть не могли, друг друга еще от церкви отлучали регулярно. Это такая замечательная история была, об истории церкви. Но нас интересует другое. Они значит под эгидой антипапы, то есть авеньонского папы, но принятый термин антипапы, только не подумайте, что я свое отношение к нему выражаю, это принятый термин в данном случае. Антипапа, Бенедикт, по-моему, его звали, значит, он решил провести большой диспут в городе Тартозе между христианами и евреями. Я хочу заметить одну очень важную вещь. Евреи от диспутов с христианом уклонялись всегда очень старательно. То есть каждый раз, когда дело вливалось в диспут между евреями и с христианами, обычно равина, который в нем участвовал, приходилось приводить туда чуть ли не связано. Потому что делали все, что в этом диспуте участие не принялись. Знаменитый диспут Рамбана Рабима Шабен Нахмана сохранился в письменном виде, причем в двух вариантах, в христианском изложении и в еврейском изложении. Естественно, каждый из книг указывает на свою сокрушительную победу. Но чем кончился сей диспут с Рамбаном Рабима Шабен Нахманом, думаю, что все-таки то, что он потерпел сокрушительное поражение, нарывается на то, что мы пошли немедленно выслать. Он в результате уехал в Святую Землю. Его просто выслали. Но знаете, проигравшему не высылают, а наоборот всячески подчеркивают. Но евреи не любили принимать участие таких диспутов. Я хочу сказать, что еврейской литературы спорящих с христианами довольно мало по самой простой причине. Опять, ситуация несимметрична. То, чего я, в общем, обычно не обсуждал, но ситуация отношения между евреями, отношения евреев к христианам сильно отмечается от отношений христиан к евреям. Христиане по отношению к евреям считают, что евреи заблуждаются, они злостно не принимают истинную и вообще, как написано в Новом Завете, вы посланцы дьявола, да, нежели вы не христиане. И вообще евреи, и правильно, евреи – это крещенки. Евреи по отношению к христианам ведут себя ну, приблизительно, но раньше эти гои были язычниками, а теперь они христиане. И что? То есть, евреи как бы очень привыкли жить в окружении нееврейских. Поэтому от того, что вы христиане, от того, что вы не евреи, нас это не волнует. Это не наша проблема. У нас нет такой религиозной проблемой. Такой очень важный аспект во всей этой истории. То есть, если евреи для христианина являются религиозной проблемой, то христианин для евреи не является религиозной проблемой. По этому поводу диспут еврея-христиану, он не симметричный в смысле выгод религиозных. А именно евреи ничего не хочет получить в результате от христианина, а христианин хочет получить от еврея. Христианин хочет получить от еврея крещение. Еврей принятие иудаизма от христианина не хочет. То есть, он, как бы, у него нет такой цели. Опять, аккуратно, когда я такие вещи говорю чуть-чуть аккуратно, потому что и в иудаизме всегда хватало людей, которые считают, что чем больше народу принят иудаизм, тем лучше. Давайте, я не знаю, вот это отвлечение, есть история, я хочу напомнить, есть знаменитая история о диспуте христиан и мусульман по поводу крещения Руси, которая кончилась крещением Руси. Значит, где ислам был отвергнут по причине того, что в веселье на Руси есть питье, как вы помните, знаменитая анекдотная фраза, но дело в том, что есть еврейский апокриф по этому поводу, по поводу того, что там еще принимал участие еврей в этой истории. И он тоже увещевал русского князя принять иудеизм. Есть такая вещь, такой апокриф. И, кстати, по этому апокрифу, тот источник, я его читал, очень автор огорчается, что князь согласился и, в общем, принял благо иудеизма и понял, что ему очень хочется, обрезание просто не хочется делать, как любому мужчину прикосновение к этому органу с ножом, в общем, да. Он предложил, что давайте так, вы взрослые оставите в покое, а детям обрезание сделаем. Но Равин оказался глюпом, это я более современную вполне книжку цитирую, и сказал, что так все-таки не делают, и в результате Россия не стала еврейской. Я вообще в красках себе представляю колокольник, который призывают иудеев к молитве. Я себе в красках представляю, что такое ежели вся Россия иудействующая. Как-то интересная была бы вещь, наверное, да. Но вообще такое покрытое есть. Но для тех, кто забыл, история книги Кузари, то есть процессы такого рода, где массовое принятие теми или иными государствами иудаизма, это же случалось, это Хангериты, это нынешний Гемен, это Адиабена, это хазардское принятие иудаизма, то есть такие прецеденты это были. Но тем не менее, как бы основная ветвь иудаизма как бы не заинтересована в массовом распространении иудаизма. поэтому как бы диспуты не любят и скажем, книг антихристианской направленности существует довольно мало в иудаизме ровно по причине того, что как бы они сами по себе, мы сами по себе. хотя существует, я сразу хочу оговориться, существует некоторое количество, хотя очень мало, значит, у меня, думаю, есть целых две, но современные 20-го века все, очень интересно читать, иногда странные вещи, можно учить в них. Так вот, было принято решение провести диспут в Тартосе. Диспут до нас дошел в версии Ибн-Варджа еврейской версии и внееврейской версии. Этот диспут до нас тоже дошел в письменном виде, два диспута. Более того, чуть позже Дональд Схака Барбанель спустя почти век после этого диспута напишет свои замечания по поводу этого диспута, как правильно, как неправильно там надо было говорить. Значит, вообще надо сказать, что диспуты внутри христианской церкви диспуты это очень распространенный такой розовый чей. Вот смотрите, в мусульманском мире регулярно устраиваются такие вполне нормальные темы для посиделок с друзьями. Давайте обсудим какую-нибудь религиозную или философскую тему и поспорим о них. Такой диспут, такое мероприятие, оно могло быть перед сультаном, оно могло быть перед друзьями, как правило, это развлекательное мероприятие. Образованные люди, в христианской церкви тоже регулярно проходят диспуты. При этом я хочу заметить следующее, что диспуты, которые проводятся, это очень принятая была форма мероприятия, оно широко всегда рекланировалось. Существовали четкие правила проведения диспутов, что является, доказательство, какой-то порядок изложения материала, что является доказательством, что нет. Регулярно вот, скажем, книги там органона, те, которые топика, вот эти, топика, софистика, риторика вот этих книг, они были очень важны и аргументы оттуда принимались очень серьезно, то есть логика там требовалась, в отличие от современных диспутов, где аргументы мне так нравятся и у меня есть право так считать дарованное первое поправку к институции считается серьезным аргументом, в те времена нет таких аргументов приводить нельзя, то есть эта вещь была вполне институционализирована, какое слово знаю, значит, это вполне нормальное было мероприятие, у евреев его не было такого развлечения, как диспут, иудаизм не знает этого развлечения, более того, например, на проповедника не принято с ним спорить, когда с проповедником не спорят, и человек, который читает лекции, с ним не спорят, спорят в других местах, и не для широкой публики споры проходят только в ученых кругах, и не проходят как развлекательные мероприятия, то есть на потребу публики, а то, что хотели провести в Тартозе, как раз было именно вот этим, вот таким мероприятием. Самое интересное выглядело следующим образом. Когда обговаривалось мероприятие, значит, то тема, которая была объявлена, тема объявлялась христианами, тема мероприятия выглядела следующим образом. Машеях уже пришел, и это Еши, естественно, Иисус, значит, и об этом говорит Талмуд и Медраши, они это утверждают, в это верили все древние ученые, кстати, вы учтите, я ведь и христианские книги на эту тему читал, и когда я читал книгу 20 века по поводу того, что все мудрецы Талмуда верили в догма Троицы, то у меня был только один вопрос, кто из них крестился, они жили сильно после начала христианства, я просто так и не понял, уважаемый автор, вы, может быть, доказали, я не собираюсь спорить с вашими аргументами, но почему-то случаях крещения я там не слышал, поэтому что-то странное доказываете. Но, значит, эта идея как раз из вот этого спора в Тартозе, но она была и в диспуте Рамбана, Рабе Машебе Нахмана, Нахманида, давайте я буду говорить Нахманида, для того, чтобы не путаться, где о комричит. Значит, в диспуте Нахманида эта тема тоже регулярно и активно подымалась. Значит, идея состоит в том, что доказать, что в Талмуд предсказывает приход Ешу, Талмуд верит в Ешу, Талмуд верит в то, что Машех это самое существует, разве что они не пытались, нам они не пытались доказать, что догма Троицы есть в Талмуде, но что догма Троицы есть в Талмуде это тема 18-го где-то века, 19-го, они регулярно почему-то там вознили, а там пытались доказать другую вещь, что это самое. При этом самое интересное, что в этом диспуте правила установлены следующие, что христианская сторона будет доказывать, что Талмуд считает, что Машех уже пришел и это Ешу, а еврейская сторона не имеет права выставлять какие-то претензии к христианству. и по этому поводу евреи, там несколько представленных евреев, например, и Фоди, сейчас я не буду, там ученики раби Йосифа Альбо, то есть там крупные евреи вызывались и не должны по очереди, но при этом евреи с самого начала постановлены, что они должны только защищаться и ничего про христианство не говорить. То есть мы говорим, что Иисус это Машех, а вы на это не должны пытаться сказать, что христианство ошибается, а все, что на вас лежит, это утверждает, что в Талмуде этого нет, это вы имеете право, это единственное, на что вы имеете право. Значит, надо сказать, что до этого была книжка, которая называется «Кинжал веры». Это книжка христианская, где собраны как раз те самые медраши, и спор с христианской стороны опирается на эту книгу, где собраны медраши, которые доказывают, что евреи, автор ее Раймондус, евреи скрывают оригинальные медраши, в которых у них написано, что Ешу он Машех. На самом деле идея выглядит действительно нетривиально. Идея выглядит следующим образом. Если в медрашах древних мы докажем, что древние евреи верили в Ешу как Машеха, то тем самым нынешние евреи являются отступниками от христианской веры, и они должны в нее вернуться. Вот это важный момент. На самом деле идея именно вот эта была. доказать не то, что евреи не приняли христианство, а доказать, что они его когда-то приняли, а потом отвернулись. Вот в этом была главная идея диспута в Тартозе. И, собственно говоря, именно это и пытались доказать. Для этого была книжка вот этого самого Раймонда кинжал веры, где были собраны медроши. От евреев требовалось, разрешалось пытаться доказать, что это фальшивые медроши. Кстати, они не все фальшивые были, а просто вопрос начинается о трактовках медроши. И далее, значит, так как все-таки сохранились что, кто говорил, хотя, конечно, каждый выпячивает свою сторону, я просто вот такое предисловие к этому диспуту, и мне хочется привести вот эту литературу, сохраненная протоколы диспутов, потому что мне кажется, что это для собравшихся будет интересно, кто что говорил в таком диспуте. И я на следующий раз просто возьму книжку и буду зачитывать некоторые отдельно взятые места и объяснять, что, где там острее всех этих тем. Потому что то, что я сегодня рассказал, это такое предисловие к этой истории. Ну вот где-то так. По-моему, нам пора кончать с этой частью занятия. Если там есть вопросы по ней, я что, я здесь гадник. То есть получается, христианские мудрецы все-таки знали Талмуд в какой-то мере? Среди христианских мудрецов было достаточное количество выкрестов. Причем некоторые были вполне просвещенные. По какому поводу выкресту это довольно интересно, потому что беда в том, что мы регулярно не знаем, что было причиной крещения. И если, например, про кого-то говорится, то, как христиане говорят, он осознал истинность христианской веры. Евреи вообще обычно у евреев фигура молчания в этом случае по поводу тех, кто пришел в христианство. И если речь не идет о явном случае насилия, то обычно идет просто молчание. Поэтому проверить, что такие причины за этим стояли, мы не можем регулярно. там были довольно просвещенные люди. Я напоминаю вам, я как-то рассказывал, что, например, я напоминаю, что для христианских, для католических, по крайней мере, семинарий и для университетов, теологических факультетов, университетов, а я напоминаю, что средневековый университет имеет четыре отделения, юридическое, философское, медицинское и теологическое. Четыре степени докторов, которые до сегодняшнего времени приняты. Лицензиат права и юридического, доктор медицины и медицинского, доктор философии и философского и доктор теологии. Отдельная свадьба. Доктор философии – это все науки современные, кроме медицины, теологии и права. Это доктор философии. Они все на философском факультете. Кому интересно, посмотрите состав математического факультета Санкт-Петербургского университета 19 века. Вы удивитесь, что там изучали. Но вот химики выходили с этого факультета. Химики, биологи, они все с этого факультета. Это тот самый остаток философского факультета. Для того, чтобы получить степень доктора теологии, еврит обязательно. Латынь и еврит обязательно. Значит, теперь еврит преподавали евреи, но христиане при этом, то есть выкресты. И там когда изгнали даже евреев, при этом, чтобы не было никаких иллюзий, когда евреев изгоняли откуда-то, то не разбирались, какой они веры. Евреи, он и есть еврей. Поэтому евреев, христиан изгоняли точно так же. И там Парижский университет, который в какой-то момент просто задохнулся, у него не нашлось преподавания, преподавателя еврита просто уже. Просто нету больше преподавателя. Они всех повыгоняли, а своих преподавателей нету как таковых. Но поймите, для того, что преподавать еврит, его надо где-то выучить. И понятно, что человек, который родился христианином, он евриты как не знал, так и не знает, потому что родной для него язык все-таки французский. По этому поводу обычно по разным причинам обычно это были выписаны. Поэтому евреи, и более того, вообще надо сказать, что книги типа «Кинжал веры», более поздняя книга, я уж забыл, одна где-то в 90-х годах была очень популярна, выдержки 200, по-моему, от фрагментов Талмуда, где показывают античеловеческую сущность иудаизма, которая требует всех христиан убивать и вешать, такого рода отрывки ходили, такого рода сборники ходили, на русском языке я в данном случае имею в виду, по-моему, она с английского, кстати, переведена, при этом эта книжка была. Они всегда ходили, поэтому всегда найдутся такие люди, которые это сделают. Другой разговор, что регулярно эти книги довольно невежественны, либо они как бы выдают одно за другое. Поймите, ежели вы читаете в Талмуд, любят говорить резкими парадоксальными фразами, когда вы читаете лучшего из врачей все равно в ад лучшего из врачей, то не обязательно понимать это буквально, потому что вы не видите какая-то физиономия была у того, кто это произнес. Там могла быть улыбка, такая усмешка, потому что все мы знаем, врачи и религия, что такое, какие проблемы там скрываются. И что не надо понимать это в самом общем смысле. Но христиане, да, знали не очень хорошо, но среди них хватало людей, которые могли объяснить. Еще раз, во главе всей этой кампании, которую устроили диспут Тартозе, стоял Шлома из Бургоса выкрест, причем довольно грамотный. Кстати, Эфоди тоже в какой-то момент был выкрестом. Против Фрамбома выступал человек, которого звали Бонна Христо, Христосом, что такое, такое имя совсем, христиан. Надо сказать, что если имя у человека одно время было простое правило, что если имя у человека христиан, значит, он выкрест. То есть, это регулярно такие имена. То есть, там выкрестом было полно, поэтому они знали литературу. Ну, то есть, по крайней мере, читали, что они в ней понимали, разговор, но они знали. Парфьян, ну, нет, это евреи вообще-то, но там среди них, там один из них просто выкрест, который, откровенный Маран, который продолжал комментировать еврейские работы, был абсолютнейшим евреем. Причем, откровенный уже Маран, который в еврейских кругах даже не скрывался, то есть, там совершенно анекдот выходил. Вот, то есть, тут надо понимать такую вещь. большое спасибо, Мейер, мы переходим к следующей части. Это только я открою то, что я хочу открыть.